МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Во дворе дома на Луговой из-за сильных осадков произошел серьезный оползень. Смесь грязи и камней обрушилась на припаркованные иномарки. На второй речке, предположительно, нетрезвый автомобилист не справился с управлением и протаранил автобусную остановку. С места происшествия водитель поспешил скрыться. Ночной тайфун не прошел без последствий для владельцев капитальных гаражей на космонавтов. Уровень воды в боксах достигал полутора метров. В большинстве затопленных гаражей находились машины. Во дворе дома на Луговой из-за сильных осадков произошел серьезный оползень. Смесь грязи и камней обрушилась на припаркованные иномарки. Этим утром хозяйку хэтчбека Тойота Алекс ждал крайне неприятный сюрприз. Выйдя во двор, девушка не узнала свою иномарку. Ее легковушка практически наполовину была завалена грязью. Алекс плотно завяз колесами в смеси из почвы и камней. Грязевые ручьи стекали и на капот машины. Как оказалось, виной всему прошедший ночью ливень, который основательно подмыл грунт. Во время тайфуна мощный земляной поток спустился по склону и обрушился на две припаркованные иномарки. По словам владельца хэтчбека, до этого проблем с парковкой во дворе у нее не было. Припаркованная рядом малолитражка пострадала незначительно и отделалась всего несколькими вмятинами. Однако владелица Ниссан Марча отметила, что подобные ситуации в их дворе не редкость. Едва в город приходит сильный дождь, во дворе случается очередной оползень. Хозяйка малолитражки оценила повреждения и решила, что в ближайшее время машину в ремонт сдавать не будет. А вот владелице Алекса придется однозначно обратиться к автомеханикам. Скорее всего, девушке придется восстанавливать автомобиль за свой счет. Представители управляющей компании в этом случае лишь разводят руками и уверяют, что подобные случаи являются форс-мажорными ситуациями. На улице Башидзе шквалистый ветер повалил два дерева. При падении ветки дерева сильно повредили несколько окон и балконов жилого дома. Ночью жильцов дома на Башидзе 8 разбудил жуткий грохот. Встревоженные граждане покинули свои кровати и кинулись к окнам. На глазах у людей рухнуло многометровое дерево. Ветки и спалина хорошенько прошлись по стеклам пятиэтажки. Некоторые из граждан вместо стеклопакетов увидели лишь пустые рамы. Очень сильно, конечно, пострадали. Со второго этажа балкон полностью пострадал. Ну и вот балкон, вот обшивка пострадала, четвёртый этаж. И там ещё спальня, вот ещё люди, не знаю, как там. Наш шестой подъезд пострадал, пятый. В момент аварии Светланы не было дома. О произошедшем инциденте ей рассказали соседи. Когда же хозяйка квартиры подъехала во двор, то сразу заметила, что ветки изрядно помяли сайдинг её капитального балкона. Вот соседи сейчас с утра позвонили мне, вот. Я и приехала, посмотрела. То есть у меня внутри полностью обшитое, то есть чистенький, хороший паукон. А сейчас просто там внутри, я так и понимаю, что дерево повредило сайдингом, а там всё внутри, всё мокрое. Утром на месте появились коммунальщики. Представители управляющей компании сфотографировали всё произошедшее и поспешили уехать. А люди рассказали нам, что неоднократно жаловались на аварийные деревья. Но спилить опасные исполины им помешало отсутствие порубочных талонов. Управляющая компания дома не спешила получать разрешение на сруб. Это дерево после большого тайфуна, вот последнего, даже с корнем вылазило. Я пришла, говорю, давайте срезать надо. Штраф за это. Ну вот штраф, вот оно к чему привело. Это хорошо, что ночью упало, если бы днём. Тут детская площадка вот у нас там. Владельцы пострадавших квартир твёрдо намерены обратиться к коммунальщикам с требованием возместить все убытки. В противном случае представители управляющей компанией встретятся с ними в суде. На луговой мужчина попытался покончить с собой, бросившись под машину. С места происшествия мужчину забрала скорая. Как оказалось, за несколько минут до инцидента прохожий попытался броситься под колёса другой машины. Водитель «Мерседеса» смог увернуться от неадекватного мужчины, притормозил и даже пообещал вызвать полицию. Однако эти угрозы пешеход проигнорировал. Мужчина молча шёл дальше, прямо посреди проезжей части. Увидев очередной автомобиль, гражданин не стал долго сомневаться. Как только до микроавтобуса остались считанные метры, прохожий сам прыгнул на его капот. Ну, еду тут потихонечку, смотрю, человек идёт вот прям, ну, вот прям посередине вот здесь вот. Но остаётся метров, ну, вот когда оператора, наверное, то есть метра полтора-два где-то остаётся. Прыжок на машину, как за мечом вратарь прыгает вот так вот, прыгает. Ну, я, естественно, ну, я начал ещё притормаживать заранее, потому что смотрю, что человек идёт. Ну, прыгнул, я по тормозам, естественно, вижу уже он в полёте, я начал тормозить. Ну, ударился, всё, вот он упал, я подошёл, посмотрел, что нормально, нет. Ну, сразу подъехали инспекторы, сказали, что мы всё видели своими глазами. И до этого вот там за углом человек на Геленвагене говорит, что он только что пытался под него прыгнуть. Ну, он успел от него отвернуть, то есть он только по зеркалу его зацепил и всё. А пострадавший в сознании находился? В смысле? Ну, в сознании было, сознание не потерял, то есть жив-здоров в принципе. Ну, да, конечно, я подошёл, посмотрел, ну, я говорю, живой, он живой. При падении на асфальт пешеход сильно ударился головой. Подоспевшие медики срочно осмотрели пострадавшего и приняли решение о его госпитализации. Помимо травм, врачей волновало и душевное состояние странного незнакомца. Мужчина не знал, что с ним произошло, рассказывал, что сейчас январь месяц и всё время требовал рассказать, уехал ли какой-то Лёха. Не исключено, что в момент наезда гражданин находился под действием наркотических препаратов. Выяснить это наверняка медики смогут в больнице. Тем временем на месте происшествия начали работу автоинспекторы. Стражи порядка зарисовали схему ДТП и отправили водителя микроавтобуса в ГАИ. Дальнейшее разбирательство обстоятельств аварии продолжится в суде после выздоровления пешехода. На второй речке предположительно нетрезвый автомобилист не справился с управлением и протаранил автобусную остановку. С места происшествия водитель поспешил скрыться. Со слов очевидцев, двое мужчин двигались со стороны зари по проспекту Столетия. Свидетели утверждают, что минивэн начала заносить буквально на ровном месте. Неожиданно Тойота Ипсом на большой скорости полетел в сторону тротуара. Не остановил иномарку и сбитый ею дорожный знак. Следующей на пути неуправляемого автомобиля оказалась автобусная остановка. По счастливой случайности, в этот момент там не было людей. На полном ходу Ипсом протаранил стеклянную стенку и металлические балки. На глазах у шокированных очевидцев из салона выбрались двое мужчин. Осмотрев повреждения, пассажир и водитель минивэна покинули место аварии. Как рассказывают очевидцы, и автомобилисты, и его приятелям находились в изрядном подпитии. Теперь полицейские заняты поиском скрывшегося водителя Ипсома. Мужчине придется ответить за то, что он покинул место ДТП. Также нарушителю предстоит заплатить за испорченный дорожный знак и остановку, пока его машина отправится на штрафстоянку. Далее в программе. Ночной тайфун не прошел без последствий для владельцев капитальных гаражей на космонавтов. Уровень воды в боксах достигал полутора метров. В большинстве затопленных гаражей находились машины. Асфальт Гравий Лед Ты преодолеешь все, если шины прокачаны правильно. Автокомпрессор-агрессор. Мощь и сила с гарантией. Ночной тайфун не прошел без последствий для владельцев капитальных гаражей на космонавтов. Уровень воды в боксах достигал полутора метров. В большинстве затопленных гаражей находились машины. После прошедшего ливня хозяева гаражей на космонавтов предполагали, что их ждут проблемы, но не могли и подумать, насколько большие. Собираясь на работу утром, граждане, как всегда, отправились в свои боксы за машинами. Но открыть ворота оказалось непросто. Некоторые из замков и вовсе не поддались. Автомобилисту Борису так и не удалось открыть свой гараж. Оказалось, помещение полностью затоплено, и машина стоит по крышу в воде. Я ущерб ещё не определил, но филдер утонул полностью. Я до сих пор в гараж не могу попасть. То есть даже ещё не открывали? Не открывал. А вот так вот визуально на сколько ворота подтоплены по высоте? По высоте где-то около метра. Это далеко не первый потоп, который приходится переживать владельцам гаражей. Но, пожалуй, самый сильный. По словам хозяев, вода в погребах стоит постоянно. Проблемы с подтоплением возникли, когда на участке начались глобальные стройки. Получается, строят, копают, ложат трубы, не думают просто о последствиях, что здесь ложбинка, со всей сопки вода стекает, никто ничего не пытается, как говорится, ливнёвки нам восстановить. Ломаются прежние, которые были в старые времена созданные, а новые ничего не создаётся. До этого на все вопросы и претензии автомобилистов строители никак не реагировали. После этого потопа прораб стройки всё-таки осмотрел затопленные боксы и посочувствовал владельцам. Но помочь ничем не смог. Автомобилисты пока не решили, куда будут обращаться с претензиями. Для начала нужно вызвать машины из затопленных построек. По словам людей, всего пострадало около 20 гаражей, и практически в каждом стоял автомобиль. Вы стали очевидцем происшествия, и у вас под рукой оказался мобильный телефон. Знайте, ваше видео может нас заинтересовать. Аварии, пожары, спасательные операции и другие чрезвычайные происшествия с вашей помощью смогут увидеть все зрители программы «Автопатруль». Присылайте своё видео нам и оставляйте свой контактный телефон. Наш адрес в интернете – otvdream.ru За минувшие сутки на дорогах края произошло 64 ДТП. 11 человек получили травмы, двое человек погибли. Произошло 4 ДТП с участием детей. Зарегистрировано 4 угона автотранспорта. Выявлено 55 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Зафиксировано 1529 случаев нарушения правил дорожного движения. Телефон горячей линии программы «Автопатруль» приморских дорог 2-488-450. На острове Русском упавшее дерево полностью блокировало проезд от подножья к мосту. Местные жители ликвидировали аварию своими силами. Несмотря на то, что стрелка часов давно перевалила за два часа ночи, работы на дороге не останавливались ни на секунду. Каждый был занят своим делом. Кто-то отпиливал небольшие ветви и убирал их с проезжей части, другие цепляли краном ствол и пытались сдвинуть его в сторону. По словам мужчин, авария произошла около часа назад. За это время они успели сделать очень многое. Например, практически освободили одну из полос движения. Ну, машину, дерево упало. Давно? Ну, часа два-три назад. Кого-то вы говорили своими силами? Своими силами. Все ваши инструменты? Конечно. А как вы думали? И кран ваш? И кран наш. Ну и как, успешно? Ну, а что, не видите? Успешно, сейчас и дорога чистая. И сколько времени у вас примерно уходило? Вот это? Ну, сейчас часа четыре-пять займет. До утра времени хватит. На травах? Да. На травах? Ну, это куда уйдет, куда уйдет. Многолетнее дерево росло практически у самой обочины. Несмотря на то, что растение находилось в хорошем состоянии, ливневые дожди серьезно подмыли корни. Не выдержав очередных осадков, дерево обрушилось поперек проезжей части и полностью блокировало единственную дорогу. Узнав о такой напасти, местные жители не стали обращаться в различные инстанции, а решили ликвидировать аварию своими силами. Для этого каждый из мужчин вооружился бензопилой, кто-то пригнал эвакуационный кран. По словам жителей, работы в этом месте хватит до самого утра. К семи часам им во что бы то ни стало, нужно освободить проезжую часть для автобусов. Многие поедут на работу во Владивосток. К тому же торопиться следовало и по другим причинам. Если кому-то срочно потребуется помощь медиков или полицейских, спецслужбы просто не смогут проехать к страждущим. Как и предполагалось, местные жители со своей задачей справились. Уже к семи часам утра проезжая часть на Русский снова была свободна, а в домах островитян появились свежие дрова. Столкновения универсала и самосвала на Южноуральской пострадавших в аварии нет. Авария произошла на перекрёстке улиц Южноуральской и Волховской. КамАЗ спускался по главной дороге в направлении стадиона «Строитель». Ниссан-эксперт пересекал проезжую часть в направлении Вострецова. По словам водителя самосвала, универсал он заметил издалека. Однако был уверен, что рулевой иномарки обязан пропустить грузовик, поэтому смело выехал на перекрёсток. Через несколько секунд случилось столкновение. Ехал сверху, я уже по главной дороге еду. Думаю, человек остановится, тем более здесь движение не очень большое. Ну смотрю, он нет, нет, но я уже вонкуда уехал. В сторону принял даже, в середину. Ну а он, видите, зазевался, говорит, ехал, говорит, ему надо в ремонт машину было сдавать. Ну и зазевался, видно. Искал, может, номера домов. Никто из автомобилистов в аварии не пострадал, однако обе машины получили значительное повреждение. Чтобы зарегистрировать факт ДТП, мужчины вызвали на место происшествия автоинспекторов. Все ли вы знаете о своем ребенке? Поговорите с ним о наркотиках. Внимание! Уютный балкон по выгодной цене. Восток Окна Плюс. 246-46-46. Небо заклинило руль. Стоп! Снято! Автопатруль!